В предыдущей серии «Пути бомжа» Илья Кузнецов расстался с легендой этой рубрики, с нашим питбайком, и теперь у него из транспорта только лишь Чироки. Также в прошлой серии он выполнил Блэк Пасс и посетил строечку и стал поближе к цели. Ставь лайк, и следующая серия выйдет намного быстрее. Субтитры делал DimaTorzok И я продолжаю для вас снимать все новые и новые крутые серии этой рубрики. И если вы еще не знаете, о чем идет речь, в этой рубрике мы с вами с абсолютного нуля пытаемся достичь высот на Блэк Раше. Если вы не смотрели, то можете прямо сейчас посмотреть все это дело по плейлисту вверху. Ну а кто продолжает просмотр, запасайтесь вкусняшками, и я вам желаю приятного просмотра. Погнали! Субтитры делали. Очень круто! Дальше наступил уже следующий день. Как вы видели, ребятки, я достаточно много поиграл, конечно же, на тех самых стройках. И как видите, у меня сейчас рейтинг составляет 257 очков. И как я понял, он считается не за одну стройку всегда одинаковый. Он зависит лишь напрямую от того, сколько работы вы выполнили. Потому что я посетил буквально 4 где-то стройки, и у меня уже половина опыта есть для, собственно, вот этого как раз-таки экскаватора. И мне остается нафармить еще столько же. То есть посетить примерно 4-5 стройок, при том, что я буду просто очень жестко впахивать. И также, ребятки, мне, конечно же, пригодятся профессиональные права. Сейчас я подаю заявку. Так, сейчас у нас из замов Дамиана Рилан. Так, и давайте, в принципе, подождем, пока он нас примет. И мы успешно с вами будем дальше фармить этот рейтинг, ребятки. В чем вообще суть? То, что я именно сейчас подключился. Ты же мог, в принципе, вы скажете. И так дальше это все пролистать. Это все ускорить. Вот эту вот как раз-таки стройку. Но суть в чем? После этой стройки я хочу поставить себя на заместителя. То есть прямо сейчас зайти с основного аккаунта. И попробовать себя поставить на зама. И посмотреть, сколько мы сможем заработать. Это очень сложно попасть на такую работу. Как видите, меня приняли. Так, все, отправляйте к спрорабу. И все, ребята, я уже переоделся. Как я и говорил ранее, это очень сложно попасть на замку в СК. Потому что на это профессия очень прибыльная. И месту очень мало. Чтобы вы понимали, если я буду брать большую стройку, мне заплатят в нашей личной СК-компании 200 тысяч. Но за маленькую, насколько я помню, где-то около 100 тысяч. Точнее, за среднюю. Маленькие мы, в принципе, не берем. Так как у нас Камон уже 90 тысяч рейтинга. И нам как бы вообще невыгодно брать маленькие стройки. Маленькие мы брали только в самом начале. Когда еще не были доступны средние и большие. И вот я сейчас, ребята, инвайтнулся. И давайте я сам себя поставлю сейчас на замку. И возьму уже следующую стройку. Все, руководитель компании Роман Вендетта повысил вас до заместителя. О боже. Ребятки, ни в коем случае не хочу, чтобы вы считали, что это какой-то блат. Если вы хотите вдруг устроиться также на замку, я вам оставлю непосредственно ссылочку в описании на ВК того, кто, собственно, руководит нашими стройками. И он, если будут места, вас примет. Ребятки, я же просто беру и работаю на этой работе. Потому что хочу вам показать действительно все топовые заработки на Блэк Раше. И не более. И на этой работе, ребята, мы с вами сможем зарабатывать намного-намного больше. И, кстати, если мы сейчас с вами также переоденемся, то у нас будет уже скин такой же, как вот у заместителя. Давайте даже это проверим. Я немножечко отойду и уже буду взаимодействовать с прорабом. Так, вот мы скин сняли. И давайте отбежим. И теперь вот так вот мы с вами это дело сделаем. И смотрите, у меня теперь другой скин. Так, прикол дес, да? Все, погнали, ребятки. Мы с вами дальше выполнять эту стройку. Ну, а следующую, надеюсь, я уже возьму для видеоролика. Надеюсь, пацаны будут не против. А, все, наконец-то спустя пять строек. Как я понял, ребятки, как видите, с каждым выполнением нам дают одну очку опыта. То есть, допустим, вот отнес я мусор, мне дали как раз-таки, ребятки, одну очку опыта. И так я, видимо, должен выполнить 500 любых заданий. И получаю я за это как раз-таки 500 очков и могу уже работать на экскаваторе. В принципе, я теперь все это понял и буду стараться вообще работать как проклятый, чтобы поскорее, поскорее, ребятки, уже, конечно же, заслужить эту возможность непосредственно работать на экскаваторе и получать дикие премии. Да и в целом там очень даже неплохо платят на самой работе. Все, ребятки, стройка завершена. И если вы хотите так же, как и я, попасть на зама, то прямо сейчас скачивайте игру по ссылочке в описании и докачивайтесь непосредственно до второго уровня, где вы сможете ввести мой непосредственно промокод хэштег Виндетта. А при самой регистрации вы сможете ввести также мой топовый никнейм, ребятки, Роман Виндетты. И за все это получите 15 тысяч рублей уже со второго уровня. Ну а если у вас в нике будет моя фамилия Виндетта, я лично от себя дам именно вам, ребятки. Как вы поняли, 100 тысяч рублей. И того 115к на халяву уже вы можете получить со второго уровня. Так что, ребятки, прямо сейчас скачивайте, залетайте на Индиго. У вас есть еще шанс даже попасть на замку в СК. Но если вы находитесь в какой-то непосредственно другой атмосфере, на другом сервере, то вам просто нужно написать в слэшат, так, устроюсь замом в СК. И непосредственно, ребятки, можете написать также, что у вас имеется опыт, даже если у вас его нету. Потому что в этом видеоролике я вам подробно расскажу, как и что делать именно в нашей СК. В других немножечко все видоизменено. Но одна суть, все равно работа одна и та же. Так, надеюсь, мне сейчас выдадут премию, хоть я и сам заместитель, ребятки. Но все же я чисто работал и не выполнял обязанности заместителя на этой стройке. Я чисто впахивал. Так что гоните-ка мне мои бабки. Все, мне дают где-то, наверное, сейчас десяточку. Опа, на семь с половиной. Вот это он офигел, вот это он офигел. А че так мало? А че так мало? Я, блин, с самого начала тут, между прочим. Гони бабки, я тут с самого начала. Зажал, прикиньте, офигеть. Вот это, конечно, фигня, а не премия была. Пишет тебе, хватит. Выскочим раз на раз, ё-моё, ё-та. Раз на раз выскочим, раз на раз выскочим. Давай, пошли. Оборзел, чувак, оборзел он. Вообще, вы видели? Семь с половиной тысяч. Я тут, блин, с укладки вот этих грёбаных труп. Ой, с тасканья цемента и вплоть до конца. Это вообще капец, семь с половиной тысяч, ты че, смеёшься? Давай, жду. Так, всё, я сейчас как пушку достану. Пока до следующей стройки ещё целый час, ребятки. Я предлагаю выполнить пока что Black Pass, потому что, ну, ребятки, чем ещё по сути заниматься? Можем, конечно, ещё где-то какую-то стройку словить, но как бы не получится, потому что мы заместители уже на нашей стройке. Так что либо только кладоискатель или другие работы, либо выполнить Black Pass, что мне кажется наиболее разумным в данный момент. Ну что же, всё, в принципе почти все задания я выполнил. Он хотел ещё так же заправить тачку, но, к сожалению, владельцы АЗС недоблестно как-то с утра относятся к этому и почти ни на одной АЗС, кроме, наверное, какой-нибудь Лыткарина, нету бензина. А в Лыткарина ехать себе дороже. Так что давайте забираем награды. Так, пятёра. Неплохое начало. Так, шесть с половиной получаем. Получаем одиннадцать с половиной. Так, дальше. Здоровье превыше всего. Это у нас уже четырнадцать с половиной. Так, пятнадцать с половиной тысяч. Знакомство с администрацией. Это у нас получается восемнадцать с половиной тысяч, ребятки. И ещё косарь. Девятнадцать с половиной. Двадцать с половиной. И двадцать три с половиной тысячи. Мы с вами сегодня забираем с этого как раз-таки Black Pass. Я, наверное, раз десять сказал с половиной. Но, тем не менее, ребятки, как видите, у меня на счету уже практически миллион четыреста. Это всё я заработал, как вы видите, за счёт строек. Также мне в рулетке выпала снова неплохая округленькая сумма. В районе где-то семидесяти тысяч рублей. И это очень здорово. Тем временем на нашем Чироке пробег уже двести восемь километров. И, как я и сказал, я его буду продавать, ребята, потому что я не хочу, чтобы получилось как спидбайком, когда у меня уже дикий пробег. И пока до стройки остаётся где-то ещё минут до двадцать пять, то я сейчас прямо отправляюсь непосредственно, как вы поняли, уже на БУ-рынок. И мы там уже с вами, ребята, будем это всё дело продавать. Пока ещё не поздно. И пока у нас всего двести километров. Я думаю, мы сможем продать его за хорошую цену. Кстати, спасибо всем, кто посоветовал мне, ребятки, непосредственно выгружать транспорт на месте, на, собственно, выгрузки. Потому что я что-то реально позабыл про это. Но благодаря вам многие это написали. И теперь я могу смело на любом месте оставлять свою тачку и не бояться. И это очень здорово. Я реально позабыл про эту систему. Так что всем, кто писал, огромное, ребятки, вам спасибо. Заезжаем на это легендарное место, ребята. И я так подумал, попробуем продать за 550. В принципе, я в него всадил, ну, где-то 480 косарей, ребятки, если так считать. И мы попробуем с вами продать хотя бы за 550-520. Если уж не получится, то будем продавать уж точно за ту цену, которую мы на него потратили. И всего лишь 200 километров, я думаю, все должно пойти просто очень гладко. Ну что, пора время ехать на стройку, ребятки. К сожалению, за это время ничего продать нам не удалось. Но ничего страшного, еще чуть-чуть можем покататься, в принципе, на Чироке. Я никуда особо не тороплюсь. Главное, не набить много километров тут на пробеге, чтобы, ребятки, как вы понимаете, нам потом его хрен не продашь. А так мне сейчас предлагали 470, но я не согласился, потому что, ну, как минимум за 480, я думаю, его можно смело продавать. Сейчас нам нужно отправиться с вами в GPS, потом в строительные компании, и в офис строительных компаний, основной офис. И все, едем туда, ребятки, чтобы взять новую стройку и ее непосредственно начать контролировать, как заместитель уже строительной компании. Итак, все, залетаем вот сюда в офис. Вот так он, ребятки, выглядит. Как видите, здесь написано «строительная компания», что логично. И мы залетаем прямо сюда. Вот здесь у нас есть с вами непосредственно аренда строительного объекта. Вот, как видите, у нас есть большая стройка Арзамаса. То, что нужно, ребятки. В принципе, старайтесь всегда брать как можно больше стройки. Так, заказ можно брать каждый час. Значит, еще не прошло время. Да, еще где-то минуты две, и я смогу уже успешно взять стройку, ребятки. Главное, чтобы ее не словили. Вот эту Арзамас-стройку. Давайте посмотрим, что тут есть еще. А, ну, в принципе, две стройки больших. Так что я думаю, что мы с вами ничего не потеряем. Но желательно, конечно, взять в Арзамасе. Ведь в Латкаре на не все хотят далеко ехать, а в Арзамасе как бы близко. Ну, тут, думаю, все понятно. Все, ребятки, вы успешно арендовали объект для строительства. Для выполнения у вас есть 24 часа. Что мы делаем теперь? Ну, во-первых, ребятки, нам нужно сесть в свою тачку. Дальше мы в слэш-бэй-чат можем написать проходит стройка. Так, GPS. GPS. Потом 7, 3, 1. Это у нас как раз-таки GPS, где находится. Только нам нужно, походу, не через Б, а через Б, С. Так, да, вот. Мы с вами написали. Можем вот так вот спамить. Но, ребятки, только раз в 10 секунд, как видите. Сейчас напишем еще несколько раз. Да, вот. Написали. Так. В компанию пришла новая заявка на трудоустройство. Так. Уже как-то быстренько кто-то, видимо, там был. Так. Управление компанией. Так. Список игроков, ожидающих. Вот. Принимаем вот этого Никиту. И сейчас мы сами еще туда поедем. Так. Давайте еще раз. Так. Проходит. Стройка, GPS. И также можем написать в чат Фомы. Вообще старайтесь писать как можно больше чатов разных брать. И писать вообще буквально везде. То есть в Фоме. Так. Стройка. 7, 3, 1. Премии большие. Так. Премии большие. Вот так напишем. Несколько раз. И еще давайте мы теперь, ребятки, напишем. Конечно же, объявление. Проходит стройка. Проходит стройка. Так. GPS. Как вы поняли, уже третий раз. 7, 3, 1. Так. Большие. Премии. Надеюсь, нам отредачить нормально. Но я сейчас сам лучше отредачу, чтобы у редактора лишний раз не возникало вопроса редактировать или пропустить это объявление. Как-то примерно вот так, ребятки. Надеюсь, я правильно это все отредактировал. Но я очень сильно сомневаюсь. Все. В компанию пришла еще заявка на трудоустройство. Так. Давайте управление компанией. Список игроков и ожидающих. И тут уже два игрока. Все, ребята. Теперь мы можем смело выдвигаться непосредственно. Как вы поняли, уже на саму вот эту стройку. Так, заходим в строительные компании, дома высокого класса и многоквартирный дом Арзамас. Все, ребята. Это тут очень близко находится, потому что мы брали как раз-таки в офисе Арзамаса. Ну и, естественно, заказ тут же. Очень-очень удобно. Самое, наверное, замороченное в этой работе, именно заместителя строительной компании, это найти экскаватор. Если вот, допустим, у меня сейчас нету 500 опыта, то мне придется искать экс. И это очень, на самом деле, бывает иногда заморочно, особенно утром. Но, надеюсь, сейчас мы, в принципе, найдем экскаваторщика с вами быстренько. Или попросим у кого-то из замов, ведь у них уже по-любому есть 500 опыта. Пока они все эти стройки делали, помогали. И я думаю, все будет просто окей. Все, я прибыл уже на эту стройку буквально за минутку. И давайте, ребята, устроимся. Все. Так. Разнорабочим, конечно. И вот наш скин этого самого дядьки, то есть заместителя. За вот эту стройку я получу 200 тысяч рублей, плюс возмещение, конечно же, у трат за премии. Допустим, ребятки, я потрачу на премии максимально у нас тут можно 110 тысяч выплачивать. То есть на большой стройке на средней 70. И того, я могу тут 310 тысяч заработать. И при том, что я потрачу 110 на премии, ну, вообще 200 тысяч, если так ровно считать. Потом мы еще с вами переместимся в ИК, и я вам покажу, как составлять как раз-таки отчет. Ну, а сейчас я буду, конечно же, искать экскаватор. Итак, все. Я попросил своих заместителей. У кого-то из них, как я и предполагал, было 500 опыта. И сейчас они либо уже подъехали, либо подъедут в будущем. Так что у нас все сквачено. Люди есть, в принципе, в компании. Я так понимаю, сколько сейчас человек у нас тут работает на строительном объекте. И фига, как я заговорил, ё-моё. Прям, я не знаю, прям очень крутой инженер тут у нас собрался. Итак, ребята, давайте посмотрим, сколько людей работает. Так, вот одного вижу. Так, вот второй. Уже неплохо, если у вас есть с утра два человека. Вот третий. Ребята, то есть все схвачено. И просто огонь. Можно просто теперь делать стройку, как и все остальные. Потому что мне по-прежнему нужен опыт, чтобы попробовать себя в роли экса, ребятки. То есть ко мне уже как босс обращаются, ребятки. Я сейчас прямо через СВ задохнусь. Так, будет премия? Да, конечно. Да, конечно будет. Братиш, не переживай. Все, погнали, ребятки. Сейчас прям конкретно включаемся. Я хочу поскорее уже попробовать работу. Последнюю настройки, которая только возможна. Я ее уже задолбался повторять. Но я думаю, что вы понимаете, что я очень-очень-очень сильно хочу поработать там. Все, ребятки. Цемент мы перенесли. Теперь у нас следующее задание связано, конечно, с трубами. Я уже тут все выучил наизусть. Это у нас цемент, трубы, проводка и мусор. И все, ребятки. Также экскаватор и стройка, в принципе, большая закончена. Средние стройки у нас проходят без экса. Так что, ребятки, вот средние стройки, конечно, намного проще делать. Но, в принципе, мы сейчас очень быстро делаем. Достаточно с момента взятия прошло где-то 12 минут. А мы уже с вами цемент сделали. Ну и все. Сейчас самое, наверное, трудное. Это трубы. Их дольше всего, наверное, делать. И, ребята, беремся активненько за работу. Все, ребятки, наконец-то мое объявление опубликовали. Но мне уже к этому моменту, конечно, рабочие не сильно нужны. Но сейчас, ребятки, тут начнется мясо. Я думаю, многие меня узнают. И будет просто жесть. Я не знаю, как я буду выдавать премии по лимиту по своему. Так, все. Мы сделали, кстати, трубы. И сейчас будет самое изичное и самое прибыльное. Это, конечно, проводка, которую можно выполнять раз в несколько секунд. Так, все. Давайте строительство, строительный этап завершен. К сне соединенной проводочки. Давайте быстренько бежим, чтобы, ребята, заработать как можно больше денег и опыта, конечно. Так, заявочка на, конечно же, трудоустройство пришла. Ладно, давайте примем. Все, у нас тут выполнили задания непосредственно вот эти как раз-таки экскаваторщики. Их двое. Они между собой еще поссорились. Так, давайте им выдадим премию. Так, 766. И давайте им будем вот так по 2500 давать. Так, давайте этому сначала выдадим 1000, так, 40. Это, в принципе, такая средняя премия. Так, 2, 3, так, 3, 4. И последний раз, 2, 3, 4. Ну и второму эксу, я не знаю, работал кто-то из них или нет, но, в принципе, так же. Давайте пропишем 57, 2500 и будем ему так же выдавать, но уже 20000, потому что он пришел, ребятки, последний из экскаваторов. Так, еще, так, еще и еще. Все. Так, какой у нас этап идет? Я не знаю лично. Давайте же посмотрим. Так, вы должны чинить другой провод. Что-то тут мясо какое-то началось вместо стройки. Давайте провода чинить. Все, провода мы с вами починили. Не успел я даже ничего уже сделать. И теперь, ребятки, остался только мусор. Все, ребята, мы выполнили с вами задание с мусором связанное. И сейчас должна появиться такая надпись, где будет написано, что стройка завершена. И я как раз ее жду. Давайте пока сделаем слэш, так, строй. Все, строительство завершено. Строительная компания выполнила заказ. Теперь делаем слэш тайм. И скорее это скриним, ребятки. И это нам понадобится для отчета. Теперь просто, ребятки, делаем строй. Строй и еще раз строй. Те, кто работал. Так, мы ему выдали, в принципе, премию. Давайте теперь вот по этим игрокам, ребятки. Я потратил на премии на данный момент 60 тысяч. И давайте их четверо. Это будет 100. И вот еще один как раз 110. Выдаем тогда по 10 тысяч премии. Так, получается 2 500. 2 500. 2 500. И еще раз 2 500. Все, в принципе, я всем премии раздал, ребята. Тут капец суета, посмотрите. Акула, бэха, зазик. Еще там какая-то бэха. Еще тачки, гелик. Ё-моё. Что за суету мы тут навели? Все, давайте, ребята, увольняемся и отправляемся в контакт, чтобы непосредственно составить отчет. И я вам там расскажу, что, в принципе, и к чему. Как только вы попадаете на заместителя моей строительной компании, вас тут же закидывают в эту беседу. Чтобы сделать отчет, вам достаточно скоммуниздить у любого зама шаблон и заполнить его под себя. Меняем ник на Илья Кузнецов. Далее пишем, какую стройку выполнили, среднюю или высокую. В моем случае второй вариант. Пишем время завершения стройки, чтобы другие замы знали, что ровно через час в это же время можно взять следующую стройку. Под пятым пунктом у нас идет общая сумма, которую должен выдать глава СК. В данном случае я с основного аккаунта. За большую стройку я плачу 200к и я раздал премии на 110к. Итого общая сумма, которая накопилась, 310 тысяч рублей. И последним пунктом пишем свой счет в банке, чтобы если во время выдачи ЗП, если вы вдруг отсутствуете, я мог вам выдать деньги без вашего участия. И все, теперь возвращаемся в игру. И все, после составления отчета, ребятки, получаем свою зарплату уже на своем счету, как вы понимаете. И смотрите, здесь лежит, как видите, 303 тысячи, но, видимо, еще за комиссию должно было быть, как бы, ребятки, 310. Ну, ничего страшного, как-нибудь прощу, прощу сам себя. Так, все, ребята, осталось еще 300 тысяч, потому что я идиот и снял не так, надо по-другому. Все, снимаем, ребятки, такой крупный кэш разом мы еще с вами никогда не получали. И у нас уже с вами полтора миллиона, даже лям 600. И это очень неплохо. Кстати, давайте заглянем еще с вами вот сюда в банкомат, ведь нам должна еще запеха начисляться за Payday. Я уже не знаю, сколько там. О, нифига себе, еще 40 косарей. Офигеть. Так, снимаем. Получается 40 400. И все, у нас уже миллион 600. Офигеть, вот это мы бустанули за эту серию целых 600 тысяч. Просто, ребятки, невероятно. Ну, а на этом, к сожалению, уже 20-я юбилейная серия рубрики «Путь бомжа» подходит к концу. Если она вам понравилась, обязательно прожмите лайк, ребятки. Такие топовые серии у нас только на канале Роман Вендетта. И, ребятки, также не забывайте подписываться с колокольчиком, чтобы не пропустить ни единой серии этой топовой рубрики. Ну, и также, ребята, напишите в комментариях, как вам работа заместителя в строительной компании. Если что, также не забывайте, в ВК есть ссылочка на строителя, то есть на того самого, кто руководит непосредственно заместителями. И, возможно, если места будут, он вас инвайтнет прямо сегодня или прямо, когда только освободится очередь. Ребятки, сами понимаете, много замов тоже вредно. И, ребята, в принципе, успевайте. Ну, а я с вами не прощаюсь. В конечной заставке еще просто куча крутых видеороликов, как будущих серий, так и предыдущих этой топовой рубрики. Так что смотрите. Ну, а я вам желаю удачи.